всем доброе утро у нас уже суббота 9 утра мы выспались как могли в эту жару очень жарко спать невозможно работают кондиционеры работают вентиляторы вчера мы приехали домой поздно уже в 12 часов уставшие женька была уставшая она вообще вчера не ужинала получается из-за представления я привезла с собой фрукты когда она вышла она даже не хотела кушать сказал мама я хочу пить я хочу пить она была очень взволнована всем происходящим представлением розале конечно три часа не выдержала было три часа представления она не выдержала ей было очень сложно и сначала полчаса она сидела у меня на руках и смотрела за выраженная на сцену а потом уже все она ушла и гуляла с папой и капризничала гуляла со мной вот так уже не было три выхода но с этими силианами получается и один выход у них был такой коротенький но там просто движение немножко танцевальные без того чтобы но без этих акробатических номеров детки все возбужденные детки в таком на таком на подъеме в эмоциях уставшие она такая уставшая вышла такая немножечко знаете как ну вот она там весь день провела конечно она очень хотела участвовать в этом представлении была очень рада что она участвовала я за нее переживала немножко думаю как она это же все таки там забираются они на высоту они я вижу что фигуры очень сложные может быть где-то не хватает еще артистичности потому что уже достаточно ну того что для нее сложно это вот выполнять сюда хотя она уже два года занимается значит там есть них такая градация что те кто участвует первый раз саджу первый раз участвует в выступлении они делают но их не пускают на круг вот на этот который в центре они делают какие-то другие упражнения но женю так как она уже два года занимается это первое саджио но в танцах на два года уже в этой группе ее пустили на круг то есть это уже у нее такая гордость маленькая была было хорошо очень видно когда выступают те ученики которые уже пришли в категорию преподавателей или сотрудники да вот преподаватель сотрудники какая-то там ведущая группа было очень хорошо видно когда выступали они и когда танцевали детишки которые ну а за оплату в этом в этой школе танца потому что когда выходили чьи-то детки сразу все хватали за телефоны сразу все начинали снимать хотя было предупреждение что снимать нельзя видеосъемка запрещена фотосъемка запрещена потом по результату у нас есть фотограф у нас есть видеооператоры и будет диск 9 и у всех у вас будет видеосъемка представления но я например видела где сидели там небольшой зал и в конце самом зала сидели два видеооператора за большими профессиональными камерами на огромных штативах там какие-то супер были эти объективы то есть возможно да возможно там ну то есть я уже примерно представляю что будет это то чего я как бы ну и сразу и не хотела и боялась потому что конечно у них будет статичная картинка там не будет тряски размазанной такой которая бывает когда снимает любитель с рук свое любимое дитя да когда снимаешь влог или когда еще вот этой вот тряски там не будет там будет статичная профессиональная картинка но конечно же там скорее всего будет лиц не разобрать там будет видно просто выступление издалека или может быть крупные планы будут этих ведущих артистов которые уже ничьи не дети а просто уже сами преподаватели и мне это абсолютно не интересно это очень интересно было представление конечно трехчасовое много выходов много танцев там сюжетная линия это про питера пена про венди и конечно же она то ну как бы в целом высокохудожественно посмотреть может быть есть в этот смысл но это же не профессиональные танцоры в основном на подтанцовке то детки которые занимаются этой студии и детки эти от не знают скольки от лет четырех наверное там такие малявочки выходили пузатенькие малявочки в костюмчиках феечек танцевали там свои вот эти партии но у них групповые танцы были этих малышей чьи-то детки кто в лес тупо грибы кто вправо рукой кто влево все не в такт ну то есть малыши представляете так они танцуют то что они уже двигаются как-то в ритм уже за счастье я видела у них там суфлер стоял за для этих вот малышек которые танцевали для них стоял суфлер наверное кто-то из преподавателей за вот за портьерами за этими и там и махал показывал что надо делать сейчас это так было забавно так вот хотя была съемка запрещена все снимали все доставали телефон в тот момент когда выходил их ребенок и снимали я нас предупредили не снимать но я думаю знаете что ребята я конечно ну не смогу снимать там и на телефон и на камеру мне я выберу что-то одно и свою дочку я снимать буду потому что например я помню в церкви нас тоже когда было коммунион и предупредили всех не снимать будет съемка будет видеооператор и естественно это все общим планом если там чей-то ребенок попал да то это как бы из-за счастья но скорее всего своего ребенка ты потом на на этом видео ты его просто не найдешь не разберешь где он там стоял мне это не интересно я хочу свою дочку зафотографировать заснять поэтому я выбрала свою камеру она у меня малюсенькая она у меня даже вот у меня телефон да и эта камера вот если приложить она в полтора раза меньше чем мой телефон и по высоте и по ширине поэтому я просто доставала открывала ее когда мне нужно было и снимала моменты но она снимает качественнее то есть я не делала фото я просто взяла засняла небольшие кусочки небольшие фрагменты когда выступала женька пускай может это будет не так профессионально то есть они не хватало даже весь всю сцену она мне не нужна то что на всей сцене я увижу потом на диске dvd спасибо свою дочечку я все-таки достала камеру и сняла и то же самое делали все остальные родители все все до одного доставали телефон и все снимали такое грандиозное было представление я не ожидала знаете вот с одной и такой диссонанс немножко потому что с одной стороны такой профессиональный уровень организации дорогущие костюмы детишек я говорила да что у женьки костюмчик стоил 55 евро а знакомая наша у них маленькая девочка такая тоже довольно талантливая девочка кстати и ей досталось роль то есть на было трили потом ей досталось она танцевала отдельно танец часов там две девочки танцевали плюс она выполняла упражнения которые были вот это вот донсаерия да вот то что налианов делают жениной группы то что она занимается с женей и она еще делала танцы которые танца классика то есть балетная группа то что она не тоже принимает участие, занимается в этой группе. И у нее было столько выходов, у нее было три костюма, она их не успевала менять просто. И за костюмы, вот я у мамы спросила, сколько костюмов обошлись? Она говорит, 200 евро. 200 евро. Я говорю, ну ты их хоть потом продашь, потому что выступил ребенок и все, что потом? Куда ты этот костюм? Они дорогие, они профессиональные, и чего? Ребенок вырос через год, и все, и ты их куда денешь-то? Она говорит, да, они оставим пока карнавальный, потом еще младшая подрастает, или через шесть, может быть, ей пригодится. Дочка не хочет расставаться с костюмом. Мы тоже продавать ничего не будем. У нас, в принципе, небольшой костюм, вы видели? У них такое было асимметричное, белое что-то блестящее. Там вокруг ноги заматывалась какая-то шлейка. Потом, эта шлейка, я видела, как у одной девочки она выполняла какую-то сложную фигуру, высоко на лиане, и у нее эта шлейка с лианой спуталась, и она там с трудом это все как-то отковыривала. В общем, не очень удачные костюмы, но так бы, как бы, красиво. Было небольшое происшествие в самом начале. Одна из более старших девочек, Женя занимается, у них две группы Данса Эйри, одна более старшая девчонки, и вторая, вот это вот, такие девочки более Жениного возраста, там 10-12 лет, ну и несколько малышек вообще. Так вот, в этой группе, в которой девочки старше, буквально на самом первом выходе девочка вышла, девушка даже, стала подниматься, выполнять фигуру, и у нее заклинило, или вывихнуло плечо, она, короче, ей стало руке больно, и она тут же спустилась, и все, она ушла. Потом Женя говорила, что у нее слезы текли, ей стало плохо, ее увезли в больницу вправлять, потому что ей, ну, как-то неудачно она сделала движение, и вывихнула себе сустав. Вот, такая была неприятность, но, как бы, остальное все хорошо прошло. У нас, для меня было эмоционально, но я, знаете, так, вот с напряжением, ну, я даже не могла полностью расплавиться, потому что, во-первых, Розалия, конечно, там давала жару поздно, она устала, хотела спать, и сначала ей было интересно, потом она уже, ей было, захотелось погулять, потом она вообще повторять хотела за этими девчонками, которые там лазили, она что-то там пыталась, вот, на перила так подтягивалась, слазила, то есть, как могла, имитировала движение вот этих вот, Дансаэри Жениной. Вот, то есть, я, во-первых, из-за нее немножко нервничала, а, во-вторых, я не могла в полной мере расслабиться, потому что я сидела, все анализировала, так, а это кто, а это что, почему этому дали роль, а почему, то есть, было видно, что роли раздали тем, кто очень давно занимается на танцах, по 6-7 лет, им раздали роли, а остальным, ну, они потанцовка, какие-то упражнения, ну, понятно, конечно, что девочки, которые занимаются меньше, они не так пластичны, ну, если они не очень талантливы, конечно, они не так уверенно, допустим, даже если на лианах, да, выполняют упражнения, где-то угловаты, где-то у них не хватает техники, где-то там боятся чего-то, это первое выступление, то есть, все понятно, все логично делается, но мне все равно было интересно, сидела так, анализировала, анализировала, что там, запись звука, ну, короче, знаете, так, технические моменты, смотрела, когда Женя, я очень переживала за нее, в плане, ну, сложные упражнения, сложные, я понимаю, что я так не сделаю вообще, и вот я вот смотрю, как она делает, думаю, блин, вот тут ей сложно, вот тут, вот тут молодец, а вот тут красиво, да, то есть, я вот сижу, все, ага, а тут вот тут, вот она вот такой движение делает, ей там не хватает плавности, гибкости линии, там, может быть, надо ей как-то позаниматься тут где-то, да, подсказать что-то, хотя, что я подскажу, я же не занимаюсь таким, я не знаю, как это сделать, но я крестично так вот смотрю, ну, в целом, конечно, я очень довольна, Женя очень хотела поучаствовать, она очень рада, что она поучаствовала, это такое событие, потому что это, ну, настоящая театральная постановка, настоящая театральная постановка, а, я сказала, что, да, такой немножко диссонанс, что настоящая театральная постановка, настоящий театр, все по-настоящему, да, билеты, зрители, сценарии, там, песни, танцы, ну, все по-настоящему, и тут танцуют эти вот малышки, Ну там вообще от малышей до взрослых И маленькие, и взрослые Ну и конечно это все реальные ученики У кого-то лучше получается Кто-то лучше в такт, кто-то синхронно А кто-то... А мы как? Поэтому это конечно такси Сидел один мужчина рядом со мной И он какой-то Видать специалист Чуть ли не театральный критик Или он что-то знает про это Потому что было видно, он делал замечания Едкие и по существу Боже мой, кто... Одна туда, одна сюда Мужчина в возрасте такой Сидел, он возмущался Или у него там не выступала дочка или внучка Что он так возмущался Потому что понятно, что для всех Мамы, все и папы заплатили И они счастливы, что ребенок принимает участие Потому что для ребенка это событие И как бы уже этим родители счастливы Ну, как-то так вот это прошло Я хотела вчера так эмоции свои рассказать Но вчера уже мы настолько уставшие приехали Розалея засыпала Там Женечка тоже вся такая-никакая Хочет пить и спать И я уже... Ну, мы легли спать А сейчас расскажу сразу, пока не забыла Всем доброе утро У нас, видите, тут проблема Опять припарковалась машина На выезде из дворовой территории Раньше уже такое было В итоге наши свекорцы, свекрови Купили знак Паса корабеля И когда есть этот знак То вообще нельзя занимать Знак свисит Тем не менее Тут вся улица пустая Но человек припарковал Именно на выезде из нашего двора Машину Поэтому мы можем звонить сейчас в полицию Всем доброе утро Меня зовут Олеся Добро пожаловать на мой канал Я сейчас показывала У нас там Возле дома разгорается скандал Люди припарковали машину На выезде Из дома На выезде из двора У нас уже такая ситуация Случалось неоднократно В доме две машины И много куда Можно добраться только при помощи Общественного При помощи этой машины Общественный транспорт Тут не особо-то и ходит В нашем колхозе Вот И У нас уже были такие ситуации Звонили в ГАИ Тут в местной Как называется Полиция страдали Называется, по-моему И жаловались Карбинери Там, я не знаю Куда именно жаловаться Поэтому я не буду Говорить, чтобы не обманывать Знаете, если Это ночь И я сплю Да мне все равно Но если нужно Выехать куда-то С ребенком Если Вот мужу сейчас Например Через 10 минут Выезжать на работу И что? И стоит машина Перегородила выезд В общем Уже такое было Звонили уже раньше Мы жаловались И приезжали полицейские Они проводили Полицейские Устные беседы С водителями И на этом все заканчивалось И для того, чтобы Избежать этих ситуаций В дальнейшем Нам сказали так Что покупайте знак Есть такой знак Пасла Корабили Итальянский И он обозначает Въезд запрещен То есть Занимать запрещено Здесь выезд с двора Как бы Нельзя занимать Это место И знак Сам стоит Около 400 евро И потом Каждый месяц Или 20 Или 25 евро Вы платите За то, чтобы Ну потом Вы продолжаете Вы продолжаете Ежемесячно За его обслуживание Скажем так Оплачивают 20-25 евро Я не помню Сколько я по этому говорю 20-25 И Заказали этот знак Установили мы его И вот он стоит И сейчас И люди же видят знак Есть правило Что нельзя парковаться В этом месте Люди видят знак И они все равно Парковались так Что половина машины Загораживает выезд из двора То есть Объехать мы ее Не можем Никак А фишка-то в чем Еще самое смешное Что Сейчас такое время Каникулы И тут Ну Такое время Что вообще Улица свободна Да пожалуйста Паркуйся Там отъедь 5 метров туда-сюда Паркуйся Не хочу Но вот эти люди Выбрали именно Наш выезд для парковки В общем пришли люди Стали разбираться Ну Они попытались Как бы съехать с темы Просто извиниться И уйти Да Но уже полиция вызвана Мужчина этот Стал ругаться Кричать Что как же так Вы что Даже ну как бы Извинения не примете Извинения недостаточно Ну а Муж говорит Ну извините Какие извинения Если я на работу Опоздаю на час Да вот выкинули машину И ушли Если я опоздаю на работу На час Извините Крупное предприятие Не будет стоять ждать Пока там Я тут приеду Никто у меня извинений Принимать не будет Меня накажут рублем Вы как бы Знаете правила вождения машины И вы Ну это ваша ответственность Что вы паркуетесь Не в том месте Да улица вся пустая В чем была проблема Припарковаться там В 10 метрах дальше Там в 5 метрах дальше Короче Вот такие дела У нас тут происходят Я сегодня Сижу дома Вчера я весь день Сидела дома Я заболела Розалия у меня Заболела Сегодня муж ее водил К врачу Сегодня понедельник Он сводил ее К врачу Ей прописали Два препарата У нас были Они вот этот Бэби Ринаролу Парацетамол И Клорфенамина Извините за мой Французский Значит Это сироп такой Ну он типа Как от кашля И от воспаления Ну противовоспалительный И вот такое Мы брызгаем Не Биаун Спрей на зале То есть в носик Мы это вот брызгаем Три раза в день И то и то По-моему 5 дней Так больше ничего Не прописали Бронхита нет Ничего нет Просто она очень сильно кашляет Поэтому Решили проконтролировать Она Я говорила Да в прошлых влогах Что у нее Температура поднялась Но это буквально Там один или два дня Была температурка Невысокая Вот А сейчас У нее Температура нормальная Ну вот Насморк И кашля Поехали сегодня На пляж Моя дочка С С братом мужа С племянником Поехали Они сегодня На этот пляж На Лидера Который я хожу И с него иногда снимаю И что вы думаете Понедельник Бассейн не работает Он опять закрыт Короче там Сказали что Его наполнят Откроют в 3 часа Но Тенденция вы видите Прослеживается Понедельник Это самый Малочисленный день Там меньше всего Народу Приходит Приходит там Три мамочки С детьми Особенно с утра Никого нет Это такое шикарное время Когда можно получить Просто удовольствие Реально прийти И весь бассейн для тебя Так что они делают Народу мало Значит обойдете И они его не наполняют В понедельник У них вечно Происходят какие-то проблемы Я думаю Что это не техническая проблема И не безалаберность даже А это делается намеренно Ну а чего как бы Напрягаться Крутить оборудование Да Ради каких-то Трех-четырех человек Обойдутся Вот Мне это не нравится Я это уже сказала Во влоге И в следующем году Мы этим Лидом Пользоваться не будем Как-то так Так Я уже готовлю обед У меня сегодня будет Короче тормознутая сегодня Больна и тормознутая Так Я уже готовлю обед У меня сегодня будет Спаржевая фасоль И Курица В лимоне И макароны Вот Расскажу сейчас Такой апдейт По этой ситуации С припарковавшейся машиной 20 с лишним минут Там почти полчаса Мои Наши мужчины Пытались дозвониться До Этой службы Которая занимается Эвакуацией Таких машин Которые припаркованы В неположенном месте Есть Единый номер Который 24 часа в сутки доступен Вы можете звонить Он туда звонил 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 В итоге Пришли хозяева этой машины Они уехали Женщина Извинялась Мужчина Который был за рулем Он там Стал сразу грубить Женщина Женщина Очень рискованно Очень рискованно Причем Женщина Увидела знак Увидела Потом Как же ты не заметил На мужа Это не важно Суть в том Что Так как мы до полиции Еще не дозвонились Они просто Брайся Уехали Я мужу говорю Это как бы сделал Фотографию Номера машины Все Он говорит Это совершенно не важно Система действует так Что Вы сообщаете О нарушении Приезжает Вот по этому единому номеру Приезжают Специалисты Полицейские Констатируют Факт Что машина Припаркована С нарушением И ее Эвакуируют Так как Машина Уже уехала Эвакуировать Нечего Ну и соответственно Эвакуируют Хозяин Владельцу машины Выписывают Штраф И так далее Со всеми Вытекающими Последствиями Так как Машина уехала То они уже Подтвердить Ее парковку В неположенном месте Не могут Не могут Это все подтвердить И смысла уже И звонить то нет Но сам факт Что Единый номер Который доступен 24 часа в сутки Оказался Совсем недоступный Нам никто Не ответил Никто трубку Не поднял Этот факт Конечно Тоже взбудоражил Наших мужчин Не менее чем Припаркованная машина В итоге Так Не дозвонились До этой полиции И мой муж Написал Письмо В мэрию Синдаку Синдаку То есть мэру На какой-то там Номер На имейл Написал письмо С датами Со временем Когда звонили На этот единомер Что он был Недоступен По идее Этот номер Должен быть Всегда доступен Сейчас у нас идет Бурное обсуждение Внизу О том Как в Италии Соблюдается законность Обо всем Об этом Ну я так как человек Который пожил В нескольких странах И в СССР И в России И в Белоруссии И в Италии И в Украине Да Когда мы ездили в Крым Он был еще украинский И у нас там Недвижимость Я долгое время Проводила В Украине На правах Жителя Местного То есть я понимаю Что Такие ситуации Случаются В любой стране Это просто Халатность на места Но Сейчас у нас идет Обсуждение о том Что Италия Уже не та Что раньше Было здесь все По-другому Была более Больше соблюдалась Законность Ну Вот такая ситуация Короче Если там будет дальше Развитие Будет какой-то ответ От полицейских Или из мэрии Я вот вам расскажу Потому что просто интересно Ну Как бы Как будет развиваться ситуация Так что Кто не подписан на мой канал Подписывайтесь И следите За нашими итальянскими буднями Что возмущает Нашу семью Больше всего То что Это Проезд и ранее Регулярно занимали И тоже могли занять Неудобное для нас время То есть нам было неудобно Выезжать из дома И когда мы ранее вызывали Ну По идее Нельзя парковаться Вместе Выезда из двора Нельзя парковаться Ни при каких условиях Нельзя занимать Вот проезд Нельзя там Но Когда мы раньше Вызывали Местные ГАИ Да То инспекторы Говорили Что Ну сейчас Вы типа вот Вы не можете Ничего предъявить Если бы у вас был знак То мы бы приехали Зафиксировали факт Увезли бы машину На стоянку На штрафстоянку Эвакуировали ее Эвакуатором Да И выписали бы штраф Нарушителю Вот Сделайте этот знак То есть Наши прошли всю практику Сделали заявку Оплатили Установили этот знак Пасла корабеля Причем этот знак Даже можно в любом Китайском магазине купить Но там Не будет номер Ну это просто знак Который можете купить И повесить где хотите Хоть во дворе Но для того Чтобы он был Легальный И действовал На нем должен быть номер Он должен быть выдан Коммунный То есть у нас С номером Написано какая коммуна Все как положено И через некоторое время Сейчас мы регулярно Там платим Ежемесячно По-моему что-то Через некоторое время Через несколько лет Этот знак Нужно будет заново Рефары То есть Снова сделать заявку И снова его Получить этот номер И как бы Заново повесить И опять потом За него платить Стоит это Ну как видите Недешево То есть И заплатили И все сделали И теперь И все равно Нет того удовлетворения Не получено Выезды занимают И доказать В таких условиях Конечно Отстоять свое право Очень сложно Вот если Полиция Не отвечает Часами Это конечно Доказать И отстоять свое право На выезд Из двора Собственного Это очень сложно Вот такая ситуация Как видите Не все в Италии Это гладко Кстати Я собираюсь Сделать видео Для тех Кто путешествует По Итальной машине Или кто хочет Взять в аренду Взять в аренду машину Тут про некоторые знаки Которые очень Ну Важны Да Есть такая аббревиатура Местная ЗТЛ Там еще что Вот я могу сделать Хочу сделать такое видео Собираюсь Но Как Вы может заметили Когда я делаю Такие видео Там Полезные Да Образовательные У меня это занимает время Потому что я Где-то там Уточняю Какую-то информацию Там Вставляю эти картинки Чтобы это Звучало Наиболее грамотно Там Исучаю Какие-то Пункты Поэтому Это не то что я взяла камеру И просто Я рассказала Я не очень сильно В терминологии Там владею Да Поэтому мне приходится Это все уточнять Поэтому такие видео Выходят у меня реже Я их долго монтирую Долго к ним морально готовлюсь Долго их записываю Монтирую Поэтому Не знаю Когда это Соберусь И сделаю Но я планирую Сделать такое видео Если вам актуально Сделать видео Про путешествия По Италии На машине Что там нужно учесть Если у вас Какие-то вопросы есть То пишите в комментарии Я все это учту И Сделаю Сделаю Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот так раскалывается голова, я уже не знаю, лежу в кровать, температура вроде невысокая, накрыться не накрывать, потому что у нас очень жарко. Я валяюсь, смотрела видосы, потом просто что-то читала, что-то поспала, так болит голова, это какой-то кошмар. Не знаю, что за вирус такой, но я чувствую, у меня тут всё подпухло, сопли, всё такое. Короче, состояние вообще отвратное. Я уже надеюсь, завтра это прекратится, потому что я уже два дня такая замученная. Это хорошо, что сегодня муж на работу не пошёл, остался муж дома с дочкой. И завтра, и послезавтра ещё будет дома. Так он работает по сменам. Два дня утра, два дня после обеда, два дня в ночь, потом два дня у него выходные, а цепной выходной. И как бы одного выходного он не догуливает, получается, то что цепной выходной. И ему из-за этого потом, через какое-то время, ну, дают догулять вот один день в неделю, чтобы рабочие часы выдерживать. И он вот сегодня, оказывается, сегодня, завтра, послезавтра он дома. Это так повезло. Он и дочку к врачу сводил, он и сегодня ужин будет готовить, потому что я вообще не в состоянии. У меня раскалывается голова. Там температура вообще небольшая, 37 градусов, 37,2. Ну, такое состояние, как будто меня били палками и очень сильно били ещё по голове палками. Короче, я надеюсь, завтра он будет лучше. Так что встретимся уже завтра. На сегодня я влог заканчиваю. Я думаю, что уже ничего интересного не произойдёт. Я просто валяюсь в кровати. Вот такой у меня сегодня влог получился. Чао-чао, Тути. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в новом видео. Смотрите, Розале приготовила для меня кофе с молоком. Я так понимаю. Ой, ой, упала. Вот. Видите, написано Милк, а это чашечка для кофе. И вот принесла мне... А, грация. Очень вкусно. Спасибо. Спасибо. Теперь водичку надо пить, да? Давай. Спасибо, Розалейка. Очень вкусное кофе. Я получила удовольствие. А, теперь температуру будем мерить. Ну, давай. Мама. Ну, давай. Так, на эту кнопочку нажимай. Что, надо мерить маме, да? Давай, Розалей, мери. Давай, мери маме. Маме. Так. Видите, как все делается? Мам функционно. Мам функционно. Распет, функционно, функционно. Давай еще раз. Чего? Меня лечит маленький лодка. О, Верде. 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 А, Верде. Значит, мама уже выздоровела. Отлично. Вот так вот. И до сети сай.